Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем дальше книгу «Второзаконие». И вот сейчас остановимся на 14 главе. Вернее, я даже не буду ее читать. На том явлении всем, ну многим, по крайней мере, очень хорошо известном явлении иудейской жизни, или, может быть, шире сказать в целом библейского текста, о разделении животных на чистые и нечистые. Вот буквально самое начало. «Вы сыны Господа, Бога нашего, вы народ святой у Господа, Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом, из всех народов, которые на земле не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть, и дальше вот скот, который вам есть нельзя. И рыбы которых нельзя, и птицы которых нельзя, и много чего другого нельзя». Причем среди них встречаются, вот из этих запрещенных продуктов, встречаются, скажем, достаточно употребительные в пищу, там, например, свинья, или заяц, или там налим, сом, рыбы, которые, ну, вот, или птицы, которые, ну, достаточно, ну, их не какая-нибудь там экзотическая пища, типа нетопыря, вот, а вполне, скажем так, нормальная пища, которая, ну, вот, весьма употребительна, в том числе и в наших широтах. Вот, и, ну, я не буду подробно перечислять, кому надо, может, сам заглянуть в 14 главу. Ну, вот дело-то ведь не в этом, а в чем, собственно. И часто люди спрашивают, а как вот можно, или нельзя эту пищу употреблять? Может, вот строго надо придерживаться, соблюдать дальше этих постановлений? На самом деле, смысл этого постановления больше, шире, чем просто разделение на пищу хорошую, или пищу чистую, или пищу нечистую. Изначально вообще никакого разделения не было. И ною повелевалось есть все, что только есть живо. Запросто все, что ты движешь, видишь, что оно движется, существует, ты можешь это употреблять в пищу. А до ноя вообще не ели ничего движущегося, ели только растительную пищу. Поэтому, что считать правилом? Правило допотопной жизни, правило послепотопной жизни, или разделение на чистое и нечистое, как это во второзаконии, или в левите, в целом в законе проводится, в синайском законодательстве. Вот, как к этому относиться? Апостол Павел говорит, все, что продается на торжище, ешь без рассуждения для спокойствия совести. Что там оно такое? Как оно сделано? Каким образом приготовлено? Это не имеет значения. Но само то действие в человеке, на которое указывается разделением на чистую и нечистую пищу, оно весьма важно. Господь направляет человека к тому, чтобы он спросил, вопросил, исследовал, что ему сейчас предлагается. Вот, а это что? А это откуда? А это каким образом приготовлено? Потому что есть нечто, могущее его осквернить. И, конечно, Христос сказал, что на самом деле то, что входит внутрь пищи, осквернить не может. И апостол Павел эту мысль продолжает и развивает дальше. Не может меня осквернить вкушение свинины, или, если уж взбрело в голову, или деваться некуда, или тушканчик, или мышь. Ну, всякое бывает время, и неизвестно, куда человек попадет. Это не оскверняет. Но само действие человека, о том, что он должен вопросить, исследовать, что входит в него внутрь, пища не оскверняет. Но есть то, что оскверняет. Есть то, что на самом деле может разрушить человек. Не то, что входит через рот, а то, что входит через органы чувств, это может осквернить человека. Ведь именно словом, произнесенным в уши Евы, змей погрузил человека во тьму. Он отравил ее словом. Она приняла слово без рассуждения и размышления. Раз кто-то сказал, значит, ну, собственно, кто бы еще в раю здесь ползал, был плохой. Раз он ползает, значит, его Бог сотворил. Раз он говорит, значит, Бог повелел. Я без рассуждения беру и ем. Принимаю информацию, принимаю слово, которое меня разрушает, которое меня убивает. И вот об этом должен задуматься христианин, и на это он должен обращать внимание. Есть чистые вещи в этом мире, есть нечистые. Древний израильский человек не мог разобраться ни в духовностях, ни в духах, ни в чем. Он был очень простой человек. Но он должен был сидеть и размышлять, что вредно, что полезно, что можно, что нельзя. Он находится среди мира, погруженного в зло, и должен понимать, что есть вещи, которые могут его убить. Убить, а точнее, убить не в смысле отравить, а убить в смысле отвратить от Бога, отодвинуть от Бога. И вот он учился этому деланию, размышляя пищу. А сейчас человек, он должен понимать, что дело не в пище, а в развлечении вообще чистого и нечистого. Вот эту книгу можно читать, а вот эту нельзя. Вот этого человека можно слушать, а вот этого нельзя. Вот эту передачу можно смотреть, а эту нельзя. Вот эту информацию можно прочитать, а вот эту нельзя. Человек должен рассуждать и размышлять, что через его органы чувств входит разнообразная пища. Мы стали слишком доверчивы. Мы смотрим все подряд, слушаем все подряд. Мы читаем все подряд, если кто-то принес нам книгу. Но принес, значит, хорошо. Буду читать. А может в ней ложь или лукавство, или зло, откровенно призывающее нас козлу. Ну что, надо же все испытать, надо же все попробовать. Вот мы пробуем все, а потом вдруг замечаем, наблюдаем, что у нас умаляется вера. Или что гораздо страшнее, вера в смысле как некая мировоззренческая компонента. Что у нас теряется доверие Богу, у нас пропадает мир. Наше сердце наполняется тревогой, завистью, обидой. Мы начинаем верить лжи, и эта ложь разрушает нас. Мы начинаем верить бури, и эта буря заслоняет от нас лик Христа. И мы не можем ходить по водам этого житейского моря, потому что мы все погружены в наблюдение бури. Наблюдение бури, а должны смотреть на лицо Христа. И по этому смысле мы должны быть внимательны к своей жизни. Мы должны внимательно к тому, что нас окружает. Есть вещи, которые могут нас осквернить, то есть убить нашу веру, или разрушить наше сердце, отлучить нас от Христа. В силу нашей собственной невнимательности, не в силу, которую они сами по себе имеют, а в силу нашей собственной невнимательности. И вот именно про это, по существу, и говорит апостол Иоанн Богослов в своем послании, что различайте духов. Вот в сущности это дело не речь не об информации, речь не о сведениях, речь не о каких-то носителях того или иного знания или информации, а в том, что есть дух, который может нас обмануть, уловить, погубить. А есть духи, которые вполне безопасны. Что за духи? Ну, конечно, есть бесы, ангелы, мы знаем. Но как они действуют? Как они входят в наше сознание? Как? Посредством книги, а может и не книги. Ведь важна не сама книга, вот, скажем, находящаяся передо мной. Я могу читать Библию. И в момент чтения Библии может возникнуть помысел, вот, да ну, этого не может быть. Или зачем так жестоко? Разве может так жестоко? Нельзя так с людьми. Неужели Бог такой жестокий? И эта мысль, читая Библию, я не в Библии прочитал эту мысль, но я читаю в данный момент вполне святую книгу. А пришла ко мне вполне не святая мысль, которая может разрушить все мое желание читать Библию дальше, может разрушить мою веру в Бога, может заставить меня усомниться во многих вещах, и в том числе, что Бог есть любовь. Но мысль не связана с книгой. Она связана с моим сознанием. Я могу читать святых отцов. Я могу читать, скажем, какую-нибудь проповедь, какого-нибудь известного вполне себе святого батюшки, и смутиться, и поверить той мысли, которая родилась во мне от слышания или чтения этого текста, этой святой книги, прослушивания этой проповеди. Никак эта мысль не связана с носителем. Она приходит в сознание сама по себе. И люди, которые более или менее внимательны к своей духовной жизни, они знают этот феномен. Они знают о том, что в голову, в сознание человека входят помыслы. Помыслы, которые могут осквернить, а могут вдохновить человека. И если человек начинает внимать тому, что входит не просто в его органы чувств, а именно то, что входит в его сознание, через органы чувств, но именно в сознание. Ведь важно не то, что проходя по улице, я, скажем, обоняю запах женских духов или запах жареного мяса. Ну, в самих этих запахах ведь от ничего плохого. Важно, что этот запах рождает в моем сознании некий помысл, обращающий внимание мое на чужую женщину или рождающий во мне нечистые помышления, мечты, или рождающий во мне желание есть, хотя я только недавно ел, и я становлюсь чревоугодником, или нарушаю пост, или еще что-либо. По крайней мере, мое стремление поступить так, как должен. Я, например, иду на работу, ладно, на работу опоздай, лучше съем шашлык или хот-дог, он так вкусно пахнет. То есть, этот запах не сам по себе плох, он рождает в моем сознании определенный помысл, мешающий мне исполнить заповедь Божью, исполнить свой долг, а, быть может, побуждающий сделать грех. Как у одного английского автора Льюиса есть такой образ о том, что некий человек читал древние книги в британской библиотеке, и, читая книги, к нему пришла в голову мысль о том, что Бог-то ведь, пожалуй, что и есть. Ну, просто очевидно, есть. Это просто открытие поразило и заворожило его. Говорит, я пойду дома, надо дома обдумать этот вопрос хорошо. Он выходит на улицу и обоняет запах замечательных пирожков, и тут же он думает, да нет, такие вещи нельзя думать на голодный жуток, пойду поем. Ну, он просто пошел поел, а когда он встал, никакая мысль о том, что надо идти домой и поразмышлять о Боге, больше в голову к нему не приходил. Важен не пирожок с мясом, не жареная сосиска, не аромат женских духов, не вид красного вина в хорошей нарядной бутылке, которую мы видим. Важен помысл, который входит в мое сознание. И вот и мой ум должен эти помыслы различать. Он должен опознавать, ты кто, ты чем не несешь. Ты наш или не наш, или от супротивников наших. Ты чей? Вот эта способность задавать вопросы помыслам, входящим в наше сознание, оно и обозначается в 14 главе книги Закония, Второзакония. Ум человеческий должен различать помыслы. Это и есть различение духов. Откуда ты? Что ты мне несешь? Об этой способности человеческого ума быть владыкой, владычествовать над человеческой душой и различать помыслы, входящие внутри его. Вот об этом пишет 14 глава книги Второзакония. Об этом потом напишут многие-многие авторы Корпуса Святых Отцов, начиная от Антони Великой, заканчивая Григорием Поломой. За тысячу лет написан огромный корпус литературы все о том, как различать чистое и нечистое, входящее в твоем сознании. Как различать помыслы, соблазняющие, увлекающие, отвлекающие тебя от того пути, которым ты должен идти, как Сын Божий. Любой из этих помыслов может погубить тебя, убить тебя или просто увезти с той дороги, на которую поставил тебя Бог. Ведь любое падение, любое отступление от Бога, вплоть до того, что человек начинает верить Антихристу, все это начинается с помыслов. И вот об этой способности нашего ума стоять на страже собственного сердца, владычествовать над душой и различать чистые и нечистые помыслы, вот об этом пишется в книге Второзакония. Вот к этому приучал Бог свой народ и потом всех читающих об этом читателей Слова Божьего, что нужно различать. Ты не просто так живешь в раю, ты живешь в мире, лежащем во зле. И ты отвечаешь за тот дар сыновства, который тебе дан. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok